Непереносимость, звук обор машины или запаха медикаментов, отсутствие свободного времени или желание следить за здоровьем. Каких только оправданий не находит человек, чтобы оттянуть поход в стоматологическую поликлинику. Но рано или поздно все равно настает момент, когда ему приходится сесть в кресло зубного врача. И усаживает в него, как правило, острая зубная боль. И тогда вся надежда только на профессионализм зубных дел мастеров, которые не только избавят от страданий, но и сохранят в целости закапризничавший клык, резец или коренной. Сама посещаю стоматолога уже тогда, когда уже начинает болеть зуб, тогда, когда уже не в моготу, просто невозможно терпеть, тогда идешь уже к врачу, хочешь, не хочешь, а идешь. Наш народ, и я в том числе, конечно, мы всегда тянем до последнего. Вот я целую неделю мучилась, мучилась, а потом пришла. Вот за неделю мы все поправили, все стало хорошо, я стала улыбаться, мне стало весело. Жизнь прекрасна и удивительна стала. Доктора признаются, что пациентов, которые оттягивают лечение на последний момент, гораздо больше среди взрослых. К зубам своих детей мама и папа чаще всего относятся более ответственно. Малыши и подростки, кстати, отдельная категория пациентов стоматологических поликлиник. К ним, по словам медиков, необходим особый подход. Здесь важно не только вылечить или провести профилактический осмотр, но и найти контакт с ребенком. Успокоить, помочь малышу спокойно перенести порой болезненную процедуру. А это бывает совсем непросто. Мне на самом деле все нравится. Конечно, единственное, что тут такая специфика работы, что мы работаем с детками и также с подростками. То есть наш диапазон – это от годика, буквально, когда они приходят на профосмотры, до 17 лет, почти до 18. И это достаточно, я бы сказала, тяжело психологически, то есть найти общий язык с 4-летним ребенком и с 15-летним подростком. То есть это такая основная специфика работы здесь. Что касается вообще работы с детьми, мне нравится, потому что на самом деле они очень добрые, милые, отзывчивые. Но несмотря на все сложности, большинство стоматологов может с уверенностью сказать, что свою работу они действительно любят. И когда-то, поступив в медицинский университет, сделали свой самый правильный выбор, о котором еще не приходилось жалеть. Я считаю, что в любой профессии нужно любить свою профессию. Если ты любишь ее, то тебе все дается, тебе легко, тебе хочется идти на работу, тебе пациенты в радость, тебе хочется им приносить облегчение. То есть свою работу надо обязательно любить. Любить профессию и постоянно развиваться – этого в первую очередь и желают своим коллегам в профессиональный праздник сами стоматологи. К традиционному здоровью и семейному благополучию они не забывают добавить слова о профессиональном росте и желании трудиться. Уважаемые стоматологи, любите свою профессию. А детские стоматологи, очень хотелось бы, чтобы вся молодежь, которая приходит к нам, надолго оставались в детской стоматологии, полюбили ее, эту детскую стоматологию, но и были очень терпимы и трепетно относились к боли и просьбам и пожеланиям своих пациентов. В профессиональный праздник хотелось бы пожелать, ну это традиционно, когда говорят, коллеги желают здоровья, но хотелось бы оптимизма, хотелось бы пожелать веры в будущее, хотелось бы пожелать, чтобы их начинания все осуществились, чтобы их знания были определены, ну и, конечно, дальнейшего роста.